В эфире Петровка 38 в студии Александр Белогоров. Здравствуйте. В Новой Москве полицейские задержали двоих приятелей, которые ограбили своего нового знакомого. Все началось с того, что все вместе они выпивали в баре. Предновогоднее настроение, казалось бы, не должно быть и намека на ссору. Но, как это нередко бывает, после повышения градуса спиртного между собутыльниками вспыхнула ссора. Вскоре конфликт вылился в потасовку на улице, а закончился уголовным делом. Марсель Нургатин расскажет подробности. У молодого человека в темной куртке одна цель – поскорее добраться домой. Но мужчины, которые идут следом, этого желания явно не одобряют. Один из них сбивает парня с ног. Тут же к расправе присоединяется второй налетчик. Грабители несколько минут били свою жертву, а потом сбежали с его сумкой. Потерпевшему пришлось изменить маршрут и пойти не домой, а в дежурную часть полиции. В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска отдела МВД России Троицкий города Москвы задержали подозреваемых. Ими оказались двое приезжих мужчин в возрасте 30 и 35 лет. Со слов задержанных, похищенные имущества они выкинули. Уже утром задержанные в подробностях рассказывали полицейским о своей ночной прогулке. Кто его ударил возле машины? Я его ударил, да? Забрали что у него? Солнычек. Солнычек что находилось? Я не знаю. Второй грабитель тоже оказался не из любопытных. По его словам, сумку товарищ отдал ему, а он ее выкинул. Эту информацию стражи порядка проверяют. Парни знали этого раньше? Да, мы общались в баре. Ну как раньше? Вот в этот день мы познакомились. Бил кто его? Оба. И оба теперь будут отвечать перед законом. По всей видимости, новый знакомый не понравился двум товарищам еще в баре. Потерпевший решил не обострять ситуацию и покинул питейное заведение. Но изрядно перебравшие с алкоголя молодчики жаждали приключений. За грабеж задержанным грозит до семи лет лишения свободы. Марсель Дургатин, Дидис Бушуев, Виталий Алферов, Петровка, 38. Жительница столичного района Черемушки испугалась за дочь и отдала за ее спасение 2 миллиона рублей. Оказалось, заплатила она мошенникам. Аферисты за один короткий телефонный разговор сумели убедить пенсионерку, что ее самый близкий человек попал в беду и срочно нужны деньги. Елена Бабаева расскажет подробности. У москвички Татьяны Степановны до сих пор дрожит голос, когда она вспоминает об этом странном звонке. Пенсионерка разговаривала с аферисткой, а думала, что с дочерью, потому что мошенница назвала ее мамой. Я поняла, что она переходила улицу, глядя в телефон, и на нее чуть не наехала машина, в которой сидела девушка. И чтобы не сбить ее, она сделала манер в сторону и врезалась там то ли в столб, то ли во что-то. В результате очень тяжко пострадала, что она находится в реанимации, в тяжелом состоянии, и точка моя тоже сбитая. А дальше страсти накалялись, и началось самое интересное. Звонившая рыдала и уверяла, девушка пострадала по ее вине, и теперь ей, возможно, придется сесть в тюрьму. Но все может сложиться иначе, если мама найдет деньги. И на операцию пострадавшие для человека, который якобы поможет, что называется, замять дело. Пенсионерка была готова на все, лишь бы помочь своей дочери. Татьяна Степановна поспешила в банк. Введенная в заблуждение пожилая женщина обналичила денежные средства и, согласно указаниям, передала их незнакомцам. В общем, в сложности пенсионерка отдала около двух миллионов рублей. Позднее женщина созвонилась с дочерью и узнала, что с ней все в порядке. Поняв, что ее обманули, она обратилась в полицию. Стражи порядка вычислили человека, который приходил к Татьяне Степановне за деньгами. Им оказался курьер. Работал он по заданию. Писал человеку, который мне давал работу, он говорил, доставать, там лежат деньги, доставай и пересчитывай, сколько там. И давал карточку, куда их перекидывать. К скольким пенсионерам успел приехать этот курьер, стражи порядка сейчас выясняют. А также устанавливают работы дателей, мужчины и других возможных участников аферы. Уголовное дело возбуждено по статье «Мошенничество». Елена Бабаева, Петровка, 38. В подмосковном Домодедове полицейские задержали очень глупого работника склада. Так он сам себя назвал, когда понял, что ему и двум его коллегам грозит тюремный срок. Это новая бытовая техника, которую Троица похитила с предприятия, на котором трудилась. Подговорили меня сотрудники нашего склада о том, чтобы вынести товар. Моя задача была не то, чтобы вынести, а отвлечь человека, чтобы они смогли это сделать. Злоумышленники вынесли товар, загрузили его в машину одного из подельников и надежно спрятали. Однако пропажу 15 коробок с техникой заметили на складе. Разбираться в этом таинственном, на первый взгляд, исчезновении приехали стражи порядка. В квартире родственника одного из задержанных полицейские обнаружили и изъяли 8 единиц похищенного товара. Стеклокерамические варочные панели, встраиваемые в микроволновые печи и электрогриль. Правонарушители пояснили, что технику намеревались продать. Все трое злоумышленников стали фигурантами уголовного дела о краже. Бизнесмен из Вологды решил основательно подготовить своих земляков к встрече Нового года. Нашел способ сделать так, чтобы именно у него они купили и выпивку, и закуску. Все бы ничего, только официальный коммерсант торговал фруктами и овощами. Спиртные напитки в списках его товаров не значились, как и еще кое-что. Ольга Харнутова взглянула на запасы нелегального товара. Арбузы, помидоры, огурцы, лук и перец – настоящий рай для вегетарианцев. На эти ягоды, фрукты и овощи у торговцев есть документы. Тут все законно и придраться не к чему. Но сейчас работники склада лежат на полу. А все потому, что, как говорится, рубили капусту они не только на овощах. За этой потайной дверцей товар, который не интересен человеку, ведущему здоровый образ жизни. Но именно этот товар приносил его владельцу основной доход. Полицейские установили, что индивидуальный предприниматель, который занимался продажей овощей и фруктов, арендовал несколько помещений на территории оптовой базы в городе Вологде. Здесь, по соседству с помидорами, картофелем и арбузами, он устроил склад нелегально завезенного из Ленинградской области алкоголя и табачных изделий. Ассортимент спиртного не хуже, чем выбор овощей. Водка, коньяк, виски и вино. Правда, если с огурцами и помидорами все понятно, когда и откуда их привезли, то при покупке алкоголя клиент получал кота в мешке. Акцизных марок на бутылках не было. В каком цеху разливали спиртное и как его готовили, полицейскими еще предстоит установить. То же самое и с сигаретами. Марки известные, а вот что внутри – большая загадка. Стражи порядка изъяли 27 тысяч пачек сигарет. И почти столько же бутылок спиртного. Примерная стоимость изъятого – 8,5 миллионов рублей. Владельцу продукции грозит уголовная ответственность по статье «Производство, хранение и сбыт товаров без маркировки». Теперь законный бизнес мужчины под угрозой. Ведь коммерсант рискует лишиться свободы. Ольга Харнутова, Елена Бабаева, Виталий Алферов, Петровка, 38. О том, что еще попало в полицейские сводки, смотрите далее в коротком видеообзоре криминальных происшествий. Гражданин Молдовы Илья Соколи, который был в международном розыске, экстрадирован из России в Турцию. Его обвиняют в том, что он вместе с подельником совершил разбойное нападение на частный дом в городе Эскишехир. Бандиты избили хозяев и похитили из сейфа драгоценности стоимостью 10 миллионов турецких лир. Обвиняемого задержали в Москве и передали инициатору розыска. С оружием и взрывчаткой пришел 49-летний житель города Кувандык в дом, где жили его сын, бывшая жена и теща. Около 8 утра мужчина подорвал две самодельные бомбы и сделал несколько выстрелов, чтобы убить всю семью. Через несколько минут мужчину на улице задержали патрульные. Пострадавшие 13-летний мальчик и его бабушка доставлены в больницу. В Ленинградской области полицейские задержали девушку, которая сбежала из больницы, где по решению суда должна была пройти медосвидетельствование. 29-летнюю жительницу деревни Тавры обвиняют в незаконном производстве и сбыте наркотиков. Суд отправил девушку в СИЗО и обязал сдать анализы. Подозреваемой удалось сбежать, но через несколько часов ее обнаружили. 80 килограммов красной икры обнаружили сотрудники таможни у пассажира авиарейса «Минеральные воды Баку». По словам мужчины, 339 банок деликатеса – это новогодние гостинцы для всех его родственников. О том, что икру надо было задекларировать, он якобы не знал. Нарушителю грозит крупный штраф. В Москве попрощались с генерал-полковником внутренней службы Иваном Шиловым. Он скончался 21 декабря на 92-м году жизни. Службе в органах правопорядка Иван Шилов отдал более 70 лет и всегда был на переднем крае борьбы с преступностью и беззаконием. В травмной церемонии приняло участие руководство МВД и других силовых ведомств. На церемонию прощания люди стали собираться с самого раннего утра. Казалось, страурный зал не может вместить всех, кто решил отдать дань памяти генерал-полковнику внутренней службы Ивану Федоровичу Шилову. Среди собравшихся руководства и сотрудники МВД и других силовых ведомств. Все эти люди считают Ивана Шилова своим учителем. Обращение министра внутренних дел Владимира Колокольцева зачитал статс-секретарь, заместитель министра Игорь Зубов. Ушел из жизни человек-легенда, талантливый руководитель, истинный патриот нашей Родины. 73 года безупречного служения Отечеству – это пример уникальной работоспособности для всех нас. Его биография полна ярких и удивительных страниц, по которым можно изучать историю советской милиции, российской полиции и всего нашего государства. Мы глубоко скорбим о потере нашего боевого товарища и учителя. Могу без всякого преувеличения сказать – вместе с ним ушла целая эпоха. Выражаю глубокие соболезнования родным и близким Ивана Федоровича Шилова. Светлая память о нем навсегда сохранится в наших сердцах. Министр внутренних дел Российской Федерации, генерал полиции Российской Федерации Колокольцев. Службу Иван Шилов начал в 1948 году солдатом внутренних войск. Потом много лет работал в уголовном розыске в следствии. В 1988 году Иван Федорович был назначен первым заместителем министра внутренних дел СССР. Это на самом деле был редкий и удивительный человек. Я не буду говорить о его высоких профессиональных качествах, но, зная, что он был участником и свидетелем исторических событий вселенского масштаба, общался с людьми, которые оставили свой след в истории и сам, так сказать, оставил огромный след в истории страны и органов внутренних дел. Иван Федорович всегда проявлял высочайший профессионализм, мудрость и, независимо от должности, с уважением и заботой, относился к своим подчиненным и их семьям. Недавно я разговаривал с ним по телефону. Это была прекрасная беседа, как всегда. Иван Федорович бодро говорил, шутил, рассказывал о том, как он живет, работает. И, честно говоря, для меня стала большой неожиданностью вот эта беда, которая произошла. Конечно, Иван Федорович будет примером для молодых следователей Следственного комитета. С 2001 года Иван Шилов возглавлял Российский совет ветеранов органов внутренних дел и внутренних войск. Много времени отдавал работе с кадрами, воспитал не одно поколение руководителей самого высокого уровня. Иван Федорович с нами останется навсегда, потому что все, что он сделал для страны, для Родины и отдельно для ветеранов МВД России, это отдельная тема разговоров. Я хочу вам сказать, что мне и моим коллегам, которые заместители стоят, находятся здесь, очень повезло быть с ним рядом на заключительном этапе его жизни. Мы учились у него всему и учились, так сказать, многому. Ивана Шилова похоронили на Троекуровском кладбище столицы. Максим Ларин, Владислав Широков, Петровка, 38. У меня на этом все. До встречи. Максим Ларин, Владимир, 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 Владимир